Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Второй век Христианства Четвертое сентябра Память святой мученицы Ярмионии Святой апостол Филипп, крестивший вельможой киевской царице, Канбакию, имел четырех бочерей, о которых святой евангелицы указали пять, что они были пророчицами и девами. Из них в Ярмонию и ищите отправились в Афию, ища святого Иоанна Богослова, но не нашли его, ибо Господь приложил его под метод Еноха и Илью. И встретили они ищетрония ученика апостола Павла и сделали с его ученицами, подражая и жители его. Питая Ярмония искусно была в врачебном художестве, и поэтому к ней стало приходить много христиан, и всех она врачевала силой христовой. В то время император в район целый волной у нас верстов, в 18-18 июля. Когда ему донесли, что Ярмония христианка, он велел полюсию к себе и ласково начал беседовать с ней, желая привестить ее и отвратить от Христа. Но она не склонилась на его обещание, когда царь велел долгое время бить ее по лицу. Питая Ярмония достоила среди такого мучения и тешительного видения. Она узрела Господа, сидящего на престоле с юбейском, похожего лицом на Петронию, беседующего с нею и укрепляющего ее. И радостно терпела свои страдания. Убедившись в ее твердости, царь отпустил ее. Она устроила гостиники, в которых принимала больницу врачей и их душевно и телесно, в поглажании всего царствования Трояна. Приемник его, Адриан, снова велел привести ее к себе на суть, и за ее твердое исповедование Христа Спасителя приказал бить ее без пощады. Она же с молитвой на устах терпела это страдание. Когда слуги бившие святые не могли, царь велел другим слугам пронзить ступни ее ног длинными гвоздями. И это мучение святая терпела, воспылая хвалу Богу. Затем бросили ее в котел, степящую смолою, с элевом и серою. Находясь в этом котле, святая гармония возвела очи на небо, помолилась и точит огонь из вас. Овоя развелась, и святая осталась невредимая. Адриан приказал еще сильнее разжечь, хотел, чтобы погубить в нем святую мученицу. Но, к великому удивлению всех, она стояла в котле точно среди росы. Удивился царь в таком учебе. И встал с престола своего, коснулся рукой у котла, желая удостовериться неоспилием. И от кожи руки его и ногти сильно опалились. Велик Бог христианский воскликнул святая. Мучитель приказал туда раскалить скорби и положить на нее обнаженную святую мученицу. Но ангел Господень разбросал угли и опалил ими многих стоящих вокруг сковороды. Святая застоя на ней, как на веленеющей траве, воспевала и славила Господа. Устрашился царь, видя преславное это чудо, и велел снять ее со сковороды. Тогда святая мученица, сделала вид, пожелает привести жертву Богу к Деркулесу. Деркулес – это герой древнедельческих преданий, олицетворявший собой физические силы человека и впоследствии, почитаемый древними греками, как один из моих более излюбленных богов. Саша с радостью повелала видольское капище. Она помолилась Богу истинному. И вдруг ослышался сильный гром, и все виды в капище упали и разбились. Сына разгоняется царь и велел вывести Ермонию за город и отсечь ей голову. Двое слуг – Феоду и Тимофей взяли святую мученицу и вывели ее за город. Прежде чем казнить ее, они устремились было к ней, желая произвести над ней насилие. Но внезапно высохли у них руки. Когда они веровали в Господа нашего Иисуса Христа, припали к ногам святой мученицы и просили помолиться за них, чтобы Господь призвал их к себе прежде нее, что по ее молитве совершилось. После этого святая помолилась из-за себя и мирно скончалась на том месте. Некоторые благодоверные христиане взяли их в мощь и положили в нефе честное место слава Бога. Кончина святой мученицы последовала около 117 года по Рождеству Христову. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok